Всем привет! Продолжаем наши эксперименты с компьютером ZX Spectrum 48K. Я снял верхнюю крышку и вынул клавиатуру из этих разъемов S2. Сразу скажу такой нюанс, что по техническим причинам доступен только телефон, поэтому получается так, что одной рукой я держу телефон, а второй рукой делаю какие-то манипуляции. И тут было два варианта решения проблем. Либо видео делать в другое время. При таком рассказе получилось бы так, что оно появилось бы неделю через две и никак не раньше. Либо его делать прямо сейчас, но вот использовать телефон. Поэтому я решил снимать все на телефон, благодаря чему данное видео доступно уже сейчас. Ну что ж, в общем-то вот это весь компьютер. Его внутренности сильно контрастирует с тем, что было на поверхности, скажем так. То есть нету грязи, нету пыли и в целом достаточно чистая плата. Вот если честно, то я ожидал нечто гораздо хуже. Что здесь примечательного есть? Вот это оперативная память. 8 штук. Что еще? Вот этот ящичек это генератор ТВ сигнала, то есть благодаря нему можно данный компьютер подключать к антенному входу. Все дело в том, что обычного АВ входа, который уже в принципе отмирает новых телевизоров, раньше такая штука была достаточно редка. Поэтому такого плана прибора, как правило, все подключались к антенному входу. Не надо, наверное все вы помните, что в начале 90-х, может быть ближе к концу 90-х, когда стали появляться первые Dendy в России и активно распространяться, телевизоры, как правило, были у всех советские или российские, начало 90-х. И все эти приставки приходилось подключать к антенному входу. Ну что ж, собственно, что еще тут есть? Вот этот чип ULA своего рода это некий простейший ПЛИС.